Всем хорошего настроения! Наконец-то пришла долгожданная точилка с сайта Алиэкспресс. Данная точилка это новинка 2020 года. Заказала ее уже давно, где-то около двух месяцев назад. Сейчас какие-то задержки с доставками из Китая, там и вирусы, и Новый год. И все это, конечно же, отражается на времени доставки. Раньше уже как-то посылки приходили за вот две недели, две-три недели и посылка у меня. А сейчас вот такие задержки. Но ничего страшного, главное, что она пришла. Давайте ее откроем. Я даже вот решил снять распаковку, поскольку меня очень давно уже спрашивают, ну где же, где же эта точилка, который обзор, я думаю, обзоров еще нет на эту точилку. В крайней мере, я не видел. Вот видите, какая доставка, вот здесь какое-то отверстие. Я надеюсь, что точилка целая и бруски в этой точилке также целые. Но сейчас мы все будем проверять. Так, как открывается коробка здесь. Вот она, эта точилка. Давайте сначала достаем и смотрим на комплектацию. Ничего себе. Это ультрабюджетная точилка. Не помню, но стоимость где-то около 17 долларов. Ссылку оставлю в описании под этим видео. Переходите, смотрите. Давайте сначала посмотрим на инструкцию, которую вложил продавец. Это приятно, что такая недорогая точилка, но имеет свою инструкцию и показано, как ее можно собрать. Ну вот такая инструкция. Это одинаковая, просто одна сторона на китайском, вторая на английском языке. Убираем это все, убираем коробку, она пустая. И смотрим комплектацию точилки. Сначала предлагаю открыть вот это. Вот такая комплектация ультрабюджетной точилки за 17 долларов. Обращаю ваше внимание на... Вот меня часто спрашивали, где купить вот такой держатель на 4 камня. Я скажу вот так. Не скажу, что это уж очень удобно, когда все камни вот в одном месте. Поскольку это абразив. Если это алмаз, тогда да. Но если абразив, лучше, чтобы он, как бы, пока вы пользуетесь одним, одной градацией, все другие размачивались. Или просто вот, если вы используете масло, 4 камня использовать, ну не так удобно. Возможно, не такое, как бы, ощущение не те от заточки. Не так прочувствуется вот проводка. Но, я думаю, те, кто затачивает не для какого-то удовольствия от процесса, а для, исключительно для практически вот какого-то там решения проблемы, то есть заточки ножей, просто чтобы заточить нож, тогда довольно неплохое решение. Все камни в одном месте. Так, какие градации камней здесь? 120 грит, 320 грит, полтора тысячи грит и 600 грит. Ровные ли камни? Так визуально только посмотрю. Вроде бы ровные. Но нужно будет, конечно, все это проверять, когда мы будем уже снимать тест и затачивать этими камнями. Но, давайте сначала попробуем собрать эту точилку и посмотреть, что из этого всего получается. Как видите, продавец, несмотря на то, что точилка ультрабюджетная, положил в комплект отвертку. Давайте соберем эту точилку. Итак, собирается очень просто точилка. Видели сами. Нужно просто прикрутить вот эти два болта. Обращаю ваше внимание, что продавец позаботился о том, что если вы пожелаете придумать какую-то платформу к этой точилке, например, чтобы она была более устойчивая, какая-то тяжелая платформа, он вложил для вас четыре болта для крепления платформы до вашей платформы. А также, если вы пожелаете прикрепить эту точилку к стулу, например, или к какой-то любой другой поверхности, продавец вложил для вас вот струбцину. То есть, за эти деньги продавец предусмотрел все варианты. Я думаю, это очень хорошо. И это он сделал правильно. Конечно же, и будем считать это плюсом этой точилки. Дальше. Продавец вложил отвертку. Несмотря на то, что прикрутить надо вот эти только два болта, он все равно вложил отвертку. И это также плюс этой точилки. Но, скажу сразу, что этой отвертки будет мало. Желательно прикрутить какой-то более такой плотной большой отверткой, чтобы лучше прикрутить эти болты. Поскольку здесь как бы хват слабый, и я очень слабо прикрутил. Я не знаю, будут ли раскручиваться эти болты во время заточки, или будет нужно взять какие-то большие болты и вот здесь на гайке взять, чтобы как бы сильнее держалось вот это тело точилки и вот этот как бы подставка. Но это все будет в процессе тестирования этой точилки. Сейчас же хочу сказать, что у меня была похожая точилка, но без поворотного механизма, с вот таким же креплением и с вот таким же держателем на четыре камня. Есть обзор у меня на канале. И здесь похожая комплектация. То есть тот же держатель, тот же шарнир. И этот шарнир мне тогда понравился, в принципе. Но мы будем тестировать. Я вот вижу такой небольшой люфт. Устранить этот люфт очень просто. Потом все покажу. Но сначала попробуем протестировать точилку, как она есть из коробки. Сразу же хочу вам сказать, что здесь есть поворотный механизм. Крепится он вот так. Но этот механизм на данном этапе, он идет не полуавтоматически, так как, например, в Ruixin Pro. То есть отодвинули, перевернули и точим дальше. Здесь нужно будет открутить вот эту же гайку, перевернуть нож и обратно закрутить гайку и продолжать затачивать. То есть здесь немного другая система. С одной стороны автомат это хорошо, поскольку можно все сделать одной рукой. Но с другой стороны механика вот эта вся, она надежнее и будет как бы более долговечной. Вот так мне кажется. Вот эта автоматика, если это бюджетная точилка, она может не так долго служить и со временем будут появиться люфты. Вот здесь же такого не должно быть. Но этот также мы будем проверять. Давайте попробуем установить нож и насколько это удобно. И еще расскажу о плюсе этой точилки перед... Вот у меня была похожая точилка, как бы китайская КМЭ или как ее там называют. Но там не было вот дополнительной фиксации лезвия ножа. Здесь же есть эта дополнительная фиксация. Давайте попробуем установить нож в эту точилку и что из этого всего получится, увидим. Обращаю ваше внимание на насечки на пластинах. И вот моя пластина имеет вот такую как бы выработку. Ну это конечно же брак производства. Вот эта неровность. Она никак не повлияет на установку ножа, но есть вот такая небольшая как бы недоработка китайцев. Вот эта пластина идеально ровная, а вот здесь есть такая как бы погрешность. Ничего страшного, я на это конечно же не буду обращать внимания. Давайте попробуем установить нож. Итак, установил я нож. Конечно же я рекомендую всегда или наклеить на лезвие ножа малярный скотч, или подложить кусочек кожи, так как делаю я. Поскольку в таком случае вот это предотвращает царапины на лезвии ножа. А я не люблю когда точилки царапают нож. Но я специально зажал, чтобы увидеть будет ли удерживать вот эти пластины нож. И видим, что я плохо прижал. Нож немного шевелится в пластинах. Давайте попробуем зажать более лучше. Просто лучше зажать. Нет, все равно нож. Я могу сдвинуть нож с места. Я рекомендую сразу же, вот только вы купили, сразу же установить кожу. Во-первых, это сцепление лучше. Во-вторых, я сейчас вот царапаю нож, тестируя вот эту точилку. Давайте я попробую. Все равно я вот так затачивать не буду. Но вот в данном, вот это, видите, какой нож. Он идет с рисунком. Возможно, если бы я простой нож зажал, вот эти пластины как бы и удерживали этот нож. А возможно и нет. Давайте, кстати, давайте проверим. Чтобы понимать, это только вот этот нож так плохо зажимается пластинами. Или все ножи. Одну секунду. Нет, все ножи. Вот этот нож так же. Еще хочу проверить, вот это мой, как бы, брачной вот этот участок. Не выступает ли он. И не через этот ли участок, вот этот люфт получается. Да, ребята, вот этот участок, он выступает, как бы, на поверхности прижимных пластин. И не дает пластинам прижать хорошо нож. Сейчас я его уберу и еще раз попробую зажать нож. Кстати, очень легко разбирается. И здесь можно будет вот свозной такой болт поменять. Чтобы вот здесь, видите, есть отверстие. Он как бы вот здесь прикручивался с этой стороны. Я не знаю, что у меня с этого всего получится. Я потом попробую, и нужно ли это будет для меня. Но я попробую просто сделать вот этот механизм, как бы, с автоматическим поворотом. Чтобы просто поставить сюда пружинку и отодвинуть, переставить и все делать одной рукой. Но это будет в будущем. Сейчас же просто смотрим на пластины. Вот такая система креплений. И видите, у меня вот этот брак. Вот на пластине вмятина вот эта. Я думал, что это просто выработка такая. Но нет, это вмятина. Возможно, вот вы видели, у меня бросали посылку. Там была какая-то вот прорванный участок вот здесь. Сейчас покажу. И, возможно, где-то вот приложились к этой точилке. А поскольку вот это все сделано с дюралюминия какого-то, очень легкие элементы, и вот есть повреждения. Сейчас я с помощью напильника, одну секунду, фокус, с помощью напильника уберу вот это. Попробую опять прижать нож. Я не уверен, что вот эти пластины смогут намертво прижать нож, даже если я уберу вот этот поврежденный участок. Поскольку это металл. И металл по металлу будет какое-то скольжение минимальное, все равно будет. Поэтому рекомендую всегда использовать дополнительный или малярный скотч, или кожу. Но давайте попробуем убрать это все. Итак, вот и все. Я выровнял с помощью надфилька. Очень легко это было сделать, поскольку это алюминий. И теперь собираем и все проверяем. Итак, проверяем. Вот, другое дело. Я прикладываю большое усилие, я не знаю. Ну, конечно же, я могу сейчас со всей дурью его сдвинуть, но я стараюсь приложить такое усилие, которое будет создавать брусок, двигаясь по лезвию ножа. И хорошо. Нож хорошо держится. Ну вот, хорошо. Вот немного я вижу, что все же... А, одну секунду я не зажал, наверное, хорошо. Вот, кстати. Не знаю. Какой-то люфт. Нет, нет. Люфта нет. Показалось. Это, возможно, есть, как бы, амортизация вот этой пластины. Это все же алюминий. И если точить неправильно, прикладывать большое усилие на брусок, возможно, будет какая-то вот погрешность. Ну, нужно большое усилие прикладывать. Нет такого, чтобы легенько вот так нажали, и оно уже играет. Нет. Это играет вот эта вот платформа, но вот здесь не играет. То есть, хорошо. И держится хорошо. Я все равно рекомендую использовать кожу, но держится хорошо. Так, у меня уже, конечно же, сложилось впечатление о этой точилке. Есть какие-то выводы. Сейчас я о этих выводах расскажу. Но, конечно же, я рекомендую дождаться теста заточки на этой точилке. Любого ножа я заточу какой-то нож и уже расскажу вам о этой точилке, о своих впечатлениях о этой точилке после заточки. Но сейчас хочу сказать, что я однозначно очень доволен и рад, что купил две точилки. А я купил две такие точилки. Но почему-то я получил только сейчас одну. Я заказывал две в тот же день, но через какое-то там время, через несколько минут. И, наверное, продавец отправил двумя разными посылками. Одна уже пришла, вторая еще нет. Я уже говорил вам в своем предыдущем видео, где я знакомил вас с этой точилкой заочно, я говорил, что даже вот эта вся комплектация стоит больше. То есть, если разобраться, здесь есть брусок, бруски, вернее, бруски, несколько брусков. Здесь есть держатель на четыре бруска. Здесь есть штанги. Здесь есть вот этот шарнирный механизм. Здесь есть прижимные пластины. И если разобраться и вот использовать просто это как материал, это уже стоит 17 долларов. И для меня это стоит 17 долларов, поскольку я сам иногда что-то там усовершенствую, и мне нужно покупать вот какие-то вещи. А здесь вот есть штанги запасные, есть шарнирный механизм, есть прижимные пластины, есть бруски, есть вот этот держатель. И это все для меня стоит больше, чем 17 долларов. А учитывая то, что это еще, я думаю, даже рабочая точилка, и вполне нормально можно заточить этой точилкой нож, мне так кажется, я еще этого не проверял. Я думаю, что это однозначно выгодная покупка. Но свой последний, свой последний вывод я сделаю уже после заточки ножа. Сейчас же я просто доволен своей покупкой. Я рад, что я заказал две эти точилки, поскольку одна будет у меня, я разберу на механизмы, а второй буду вот тестировать, пробовать, как она все же точит ножи. Так, еще хочу вам показать сам процесс заточки ножа, как он происходит в этой точилке. Прижали вы, допустим, нож, точите одну сторону ножа, одним бруском каким-то, например, бруском 120 грит, затачиваете. Потом убираете вот эту штангу с брусками, откручиваете вот здесь гайку, переворачиваете нож на другую сторону. Так, одну секунду. Потом закручиваете гайку обратно. И опять затачиваете нож. Ну, вот такой процесс заточки. Надеюсь, эта распаковка была интересна. Я просто хочу побыстрее показать эту точилку вам, поэтому вот сейчас даже распаковку снял. Но в одном из своих следующих видео я уже заточу нож и расскажу о этой точилке. Извиняюсь, что опять повторяюсь, поскольку это импровизация. Я сам только вижу вот впервые эту точилку. И говорю то, что вот на ум приходит. Вот так. Если будут какие-то вопросы уже сейчас, пишите в комментариях. Буду отвечать. Стараться как можно быстрее. И буду стараться как можно быстрее записать видео теста этой точилки. Всем хорошего настроения. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok